Я долго думал, почему молчал. Не всем я на вопросы отвечал. Сложна порой жизнь. Испытаний много. У каждого из нас своя, увы, дорога. Я в детстве от других не отличался. С такими же детьми общался. Как все ходили, помню, в синагогу, но жизнь свою не посвящали Богу. Тогда не думал о проблеме. Ты молод, тебе море по коленам. Одно хождение в храм нас не спасает и с Богом нас, увы, не примеряет. Стараться надо жизнь свою менять, чтоб Бог мог в сердце обитать. У каждого я говорил, твоя дорога. А где на пути ты встретишь Бога? Никто не думал на пути болеть, хотелось всем разбогатеть. Мы о плохом не любим размышлять. Нам лучше о хорошем помечтать. Ведь жизнь дается один раз и хочется прожить нам на показ. В один из дней пришло недомогание, а вместе с тем непонимание. Я молодой, в дорогой тере. Да что со мной на самом деле? Мне перестало тело подчиняться. Я продолжал сопротивляться, но слабость победила плоть мою. Никак я это не пойму. С семьей богато мы не жили, с такими же, как мы дружили. Родители не знали, как меня лечить. Я в расслаблении должен буду жить. Лежу все время с болью в теле, меня родные видеть не хотели. Не передать словами. Как обидно, конца страдания мне видно. Страдали все, и я, и мама. Вставать мне приходилось очень рано, ведь я не мог себя умыть, а еще надо покормить. Сил стало меньше, а легче мне не стало. Но это было лишь начало. Не знаю, как в семье решили, но меня в Ефезде положили. Купальня это близ Иерусалима. Мы часто проходили мимо, там все больные собирались и говорят, что исцелялись. В купальне кто-то воду возмущал, нам говорили, ангел прилетал. Кто первый в воду погружался, тот от болезни исцелялся. Мы эти сказки слышали и знали, что ангелы туда не прилетали. Наивными считали больных всех, надеются напрасно на успех. Не думал, что в Ефезду попаду, десятки лет там лежа проведу. Но правда жизни, дорогие такова, в один из дней лишился я родства. Просил родных не оставлять, стал к милосердию взывать. В ответ услышал слово «нет». Меня оставили на 38 лет. Как и зачем меня здесь положили, об этом мне не объяснили. В Ефезду стало моим домом и в то же время приговором. С годами жизнь здесь не менялась, а вода в купальне возмущалась. Кто первый в воду погружался, тот от болезни исцелялся. Я в эти сказки говорил, не верил. Другой меряю жизнь я мерил. Сейчас действительно все вижу, свое неверие. Ненавижу. В Ефезде быть не моего дела. Я такой жизни не хотел. Не передать словами, как обидно конца, страданиям не видно. Года летели, словно птица. Мне по ночам совсем не испится. Я обращался к Богу со слезами. А почему оставили меня друзьями? Просто я это часто задавал. Да и ангел редко прилетал. Боже, ну воду возмути. Мне надо силу обрести. Не знаю, сколько лет лежу, за временем просто не слежу. Ну, сказать честным, что-то знали. Нам люди что-то рассказали. Те, кто не брезговал, садились рядом. Я обращался ко всем взглядам. Ну, хоть как-то помоги. Не новости какие расскажите. Узнали мы, Иисус родился. Один прохожий поделился. Младенцев в Ефлееме всех убили. Волхвы с Востока приходили. Потом пророк пришел из Назарета. Все богославились за это. Учеников Иисус себе избрал. А я все время на земле лежал. Однажды ночь совсем не спал. Все цифры в голове считал. События главные сложил. И цифры страшные в уме я получил. Когда Иисус родился, я лежал. Потом отцу он помогал. А ты, Анна, он крестился. А я в Ефезде находился. Про город слышал Назарета. Я лежу здесь 38 лет. Я правду от себя не скрою, что жизнь проходит стороною. Не стало легче мне за 38 лет. Жизнь пролетела. Это был ответ. Лежал я с болью в теле. Никто меня видеть не хотел. Мне надо было умыться. А я не мог с кем поделиться. Людей пугала моя вонь. А все кричали, дай ты его не тронь. Лежу. Опять пришла обида. Ну, обычная реакция для инвалида. И слышу, ну так, знаете, бормотание вырвалось из уст. И слышу я. Идет Иисус. А какой Иисус? Ну, тот, кто и стреляет. Его толпа сопровождает. Мне разговоры эти надоели. Вся жизнь моя проходит мимо цели. Привык, что все меня отходят. Ко мне родные не приходят. Закрыл глаза. Опять пришла обида. И такая. Говорил. Обычная реакция для инвалида. Подходит ко мне, помню, группа. Я выглядел немножко лучше трупа. Одежду редко я менял. Такими предними я предстал. А заговорил один из них. Тут ропот полностью утих. Ты хочешь исцелиться или нет? Когда узнал, что я болею 38 лет. Ну, конечно, да. Я на вопрос ответил. Мое желание он заметил. Но нет того, кто мне помог. Своих не чувствует я ног. Мне нужен тот, кто мне поможет. В купальню первого положат. Найти такого очень сложно. А самому мне невозможно. Я все искал, кто мне помог. А рядом находился Бог. Который все о человеке знает. И исцелить тебя желает. И он сказал без лишних слов. Сегодня будешь ты здоров. Возьми постель и начинай ходить. Сегодня будешь по-другому жить. Десятки лет я избавления ждал. Все это время на земле лежал. Я что, действительно смогу ходить? И по-другому буду жить? Не ждите. Не ждите. Когда Бог придет. В Вефезде слабого найдет. Вы помогаете слабым на дороге. Так делом проповедуешь о Боге. Ты должен для себя решить. В Вефезду чаще заходить. Иисус сказал. Постель мне взять. В Вефезде ничего не оставлять. А я спросил Иисус. Зачем? А он сказал. Покажешь ее всем. Ты столько лет на ней лежал. Тебе никто не помогал. А я пришел дела отца творить. Не забывай об этом говорить. Вернись домой с родными. Примирись. Что сделает Бог? С ними поделись. Я думаю, разрушится преграда. Вам примириться между собой надо. Постель напоминанием было. Чтоб мое сердце не забыло. Как Бог в Вефезду сам пришел. И меня лежачего нашел. Из множества людей. Он исцелил меня. И я Господь. Благодарю тебя. Прости, что я на воду уповал. Тебя мой Бог к себе не приглашал. Наверное все бы догадали. Да с Иисусом мы не расставались. Я очень подружился с ними. И он как-то пригласил в Иерусалим. Иисус на Осликова сел. Народ ему оса напел. Благословенному кричали. Одежду, ветки постелали. В народе было ликование, что Бог исполнил обещание. Пришел пророк. Пришел Мессия. Служить он будет в Божьей силе. Он царство на земле восставит. Израиль свой народ прославит. Не будет в храме запустения. От римлян примем освобождение. Бог на себя всю заботу возьмет. А горы и войны из жизни уйдет. И вот прошли мы мимо храма. И тут случилась эта драма. Иисус взял бич и стал всех выгонять. Нельзя ему в храме продавать. Молиться вы должны на месте этом. Ведь все вы под Божьим заветом. Народ весь испытал шок. Не мог не взять это в стол. Как мог Иисус так поступить? Нас бизнеса законного лишить? Прошло совсем немного дней. И люди превратились в палачей. Вчера осана. Все кричали. Грядущего благословляли. Сегодня все раз мне кричат. Вот как такое мне понять? Да, мы поражены грехом. Вефеза наш греховный дом. Но нас Иисус ведь исцелил. С собой на небе посадил. Старайся быть хорошим человеком. Служите людям христианским светом. Что сеялось в жизни, то и будешь жарю. Учитесь с Богом побеждать. Ты должен петь ему осана. И ночью петь ее очень рано. Распни ты, только не кричи. Остановись и помолчи. Подумай ты на стороне какой. Живешь ли с благодарной душой? Кричишь распни или осана, когда на сердце кровоточит рана. Ведь Иисус оставил дело, чтоб мы Его творили дело. Мы Его руки, мы Его ноги, мы Его голос на земной дороге. Я думаю, разрушится преграда. Нам перед Пасхой примириться надо. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин